Я клянусь Какой путь выбрать в жизни? Какой идти дорогой, чтобы с гордостью называть себя человеком? В стране знаний есть необычная школа под названием Бобек. Школа самопознания. Самопознание – значит, я познаю себя и через себя окружающий мир, людей, природу. Самопознание в Бобеке – главный урок, на котором идет нескончаемый поиск ответов на вечные вопросы. Кто я? Человек. Для чего я родился? Зачем живу? В чем смысл жизни? Здесь учат уважительному отношению к себе и окружающим людям. Учат быть верным дружбе и любви. Учат мудрости и добрым нравам. Приобщают к общечеловеческим духовным ценностям. Самопознание – это начало-начал, тот самый чистый исток, от которого и начинается путь в прекрасное далеко. Самопознание – не только отдельный урок, на котором можно искренне и откровенно побеседовать о жизни и любви. В школе Бобек все уроки, будь то математика, история или физика, преподаются через призму самопознания. Ведь за каждой формулой, историческим событием или арифметической задачей, прежде всего, человек. Я иногда делаю так. Опрошу, опрошу, опрошу всех. Бывают абсолютно противоположные взгляды. Возникают споры. А потом я спрошу того ученика, вот я знаю, что он должен сделать точку. Потому что если я учитель буду говорить, вы знаете, не всегда дети этому поверят. Потому что у меня есть опыт. Потому что я учитель. Потому что они знают, что я так должна сказать. Дети, когда говорят, они больше порой прислушиваются. Бобек для многих ребят стал родным домом, где всегда открыты двери, где понимают и верят в тебя. Дети дружат не только со сверстниками, но и со взрослыми. Учителями и родителями. Словно одна большая семья единомышленников. Мне кажется, в основу просто урока самопознания должно ложиться переживание. Хорошее, положительное, отрицательное, но должно ложиться переживание. Просто когда переживаешь через себя, тогда это остается в тебе. Однажды это дело было зимой. Лесоруб шел по лесу и увидел там, в сугробе, лежит маленький малыш. Он оказался завернут в большой плащ золотой и лежал в сугробе. Лесоруб не мог пройти мимо. Он взял его и принес к себе домой. У него была очень добрая жена. Она сказала, оставляй на этого малыша у нас. Пусть он растет вместе с нашими детьми. И назовем мы его мальчик-звезда. Он был очень красивый, но он был жесток. Он всегда говорил грубые слова. Он никогда ни с кем не делился. Он не был щедрым. Он птиц и зверушек в лесу обижал. Вот таким он рос. И вот однажды в их селение пришла женщина. Мальчики как раз в это время играли неподалеку. И она присела под деревом. И мальчик-звезда сказал, Эй, ребята, пойдемте выгоним эту нищенку. Страшную, грязную, ободранную. Вот такая нищенка. Она сидела под деревом. Увидел это лесоруб и сказал, Что ты делаешь? Почему вы прогоняете ее? Пусть она отдохнет, посидит. Посмотрите, у нее ноги изранены. Но дети не остановились. Они только смеялись. А женщина скрикнула ему, Подожди, сынок! Я твоя мама! Я искала тебя очень давно! Десять лет уже... Будущие первоклассники Внимательно слушают притчу. Сейчас они получат подарки от героев притчи. Какой выбрать? Вкусную конфетку в ярком фантике От жестокого, бессердечного, звездного мальчика Или обычный бумажный треугольник на память От старой доброй женщины и нищенки. Берите, пожалуйста, быстренько делайте выбор и садитесь. Большинство детей потянулись за конфетами. Как же можно отказаться от такого подарка? Можем взять диначика, моего друга дать. Камила, а почему ты взяла треугольник? Почему ты взяла подарок от этой женщины? Потому что она добрая. Почему, Расул, ты взял подарок от мальчика-звезды? Потому что... Пусть дети прочувствуют этот эпизод. Подумают, поразмышляют, что есть доброта. Может ли она победить и растопить зло? Учитель не диктует, как нужно правильно поступить, а дает возможность разобраться в нахлынувших чувствах и старается понять состояние ребенка. А есть у кого-то желание вернуть ему эти звезды? Если есть, то можно. Если нет, то не надо. Учитель в поиске новых подходов. Стремлении дать, прежде всего, понятие о нравственных общечеловеческих ценностях. Помочь детям лучше узнать себя. И тогда ворота открылись, и он увидел, что там, за воротами, среди других людей, стоит эта женщина. Его мама. Он бросился к ней в объятия. Он сказал, мамочка, дорогая, прости меня, что я так поступил с тобой. Он упал на колени и целовал ее ноги. Ноги были грязные и в крови, но для него это было неважно. Потому что это была его мама. Учитель настолько переживает происходящее на уроке, что не может сдержать слез. Тут подошел мужчина, которому он выручал и давал ему копеечки. Это слезы очищения. И он сказал, подними голову, мальчик-звезда, посмотри на нас. Я твой папа, а это твоя мама. Когда-то очень давно разбойники украли тебя у нас и бросили в лесу. И мы с тех пор ходим и ищем тебя. И кое-как мы тебя нашли. А вот теперь вы считаете его своим другом? Да. Почему, Расул? Потому что он поступил правильно. Возьмите, пожалуйста, кто положил назад звезды. Теперь уже можно же взять. Ну и возьмите на память себе один треугольник. На память о женщине, которая искала своего сына так долго, так много лет и все-таки нашла его. Они должны опыт набрать. Да, что хорошо, что плохо. Они должны набрать. Со временем приходит опыт, да, жизненный какой-то база приходит. Может быть, какой-то уже мудрость приходит. Тогда уже другое дело. Но пока это дети. Где-то они действительно должны и поспорить. Где-то они должны по-своему сделать. Мы даем всегда шанс. Дети учатся трудиться в коллективе. Учатся вежливо вести дискуссии. Учатся слушать другого и лучше понимать себя. Мир своих чувств, раскрывая в себе духовные ценности. Это вот я нашел. Самого Шукшина. Добрый, добрый. Это как ярлык, который вешают на всех. Если вы не можете сделать добро, хотя бы не делайте зла. Это вот так вот. Учителя школы верят, что все дети умны, способны и талантливы. В каждом Божий дар. Важно раскрыть богатство души. Помочь детям обрести уверенность в самом себе, в своих стремлениях. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...